Наш вечер звучит осенняя эстакада с участием авторов «Лито свежий взгляд». Очень много знакомых решила посмотреть, послушать нас. Спасибо большое, что не забываете и поддерживаете нас. Я сразу представлю президента Содружества поэтов «Свежий взгляд» Владимира Александровича Бабушина. Это наша редакция «Альманаха», это наш руководитель редакции «Альманаха», поэт-переводчик, полковник, атаман. И я сразу предоставляю ему возможность прочитать прекрасные стихи об осени начать. Так, вот лейтмотив нашего вечера – это стакада. Если вы позволите, я ее прочитаю. Березки в желтых пелевинках с осенним ветром говорят. В дорожных лужах ста ельдинок стакада утренним звенят. А дождь, идя по стылым крышам, свою мелодию ведет. В его неспешном ритме слышно. Будь на чеку, зима грядет. Природа ждет зимы явления. Ноябрь порой бывает крут. Хандры и осенние настроения в жизнь повседневную войдут. Но если крутится земля, весна придет опять, как прежде. И в мирном шелесте дождя звучит от дажего надежды. АПЛОДИСМЕНТЫ Я прочитаю в ответ на это стихотворение. Мысль рождает мысль. Купаюсь нежно в своей лучах вечернего заката. Опять звучит твое стакада. Белогии ушедших дней. Все возродится в небесах. Слезу уронит тихая осень. И серебрится снова просить в столичных парках и лесах. Еще на эту тему дочитаю. Еще есть. Я так ждала стихов твоих. И в них все святое. Так нежностью для нас двоих. Звучит осенняя стакада. Прекрасно. Благодарю. Благодарю. Дальше продолжим. Значит, что еще я хотел прочитать. Не стоит истину искать об вине. Таскать другим каштаны с огня. Шемчужину найти на самом дне. Что дожидалось грешного меня. Следующее. Короткое стихотворение. Бывает так порой, ты знаешь, приходит муза иногда. И сам порой не понимаешь. Слова струятся, как вода. И струйки в строки превращают. Пишу стихи. А как? Не знаю. И еще одно тоже небольшое программное стихотворение. Что наша жизнь. Игра. Мы все играем роли. Нам правда неизвестен режиссер. Друг к другу называем мы пароли слова. Бросая их на чувство костер. Слова, слова. Быть может на бумаге. Или на экране монитора буквы в ряд. Писать здесь мало надо, на отваге. Сказать в глаза труднее. Воз ты кран. И в завершение своего выступления я еще одно стихотворение прочитаю. Оно называется «Надежда». Это тоже не мое стихотворение. Это стихотворение Речи в Дочечи. В местах, временах, где сказка Не смех вызывает слезы. Где пьют в перома и пасху. Где плачут соком березы. Где истово верят в чудо, Когда за родных хлопочут. Где незабудки забудут. А не смеяно хохочут. Где тани скользят по краю И плачут, глядя на мячик. Где бабушки умирает. Всех правнучек непонянчих. Где вечным авось сбивают Артели, ворон и доски. Где брагой спирт запивают. Где шутки бывают плоские. Где дружит с медведем Маша. А Ваня с ее подругой. Все это эпоха наша. Отечество наше. Друг мой. Но спит. Среди будней серых. Отпущенница надежда. Всех чаяних наша мера. В суконных простых одеждах. Нам легче дышать. Надеясь на светлого завтра. Чудо. Чтоб песни иные пелись. И были слышны повсюду. Благодарю. Мы, свежий взгляд, наш создан Три года назад. Мы отметили уже свой юбилей. И активно участвуем В различных встречах. Проводим презентации И в Петербурге в библиотеках. Вот в гимназии выступали. Буквально в прошлую пятницу Где я работаю. В Петербурге с первой осени называется. И по России мы Разъезжаемся на лето. И участвуем. Вот я в этом году Аж занесла мне В Пермский край, Чистинский район В Узган. Там фестиваль И по Грушевскому проводится. А наши участники Каченково, Никольское Они ездили в Вологду В Беляевский, по-моему Или Беловский центр. И были В Бакуловском районе В Кулотино. Дворянское гнездо. Получают грамоты наши участники. У нас очень все активные, яркие. Конечно, мы лучше к себе притягиваем. Чтобы в «Альманахе» хорошие стихи были. В этом здании Мы три раза выступали. В 2014 году два раза. В 2015 один раз. Тогда у нас был «Альманах» номер два еще только. А сейчас мы шестой версткой. И седьмой почти готов. Смакетировал почти. Макет тоже готовим. Набираем пока. Как составители собирают. Участвовали. Участвуем в различных конкурсах. Например, «Родина моя, город Чайковский». В этом году Там проводился уже шестой фестиваль. Библиотека межпоселенческая Назована именем Бурашникова. Член Союза писателей России. И у нас девять человек участвовали в конкурсе. Сейчас подойдет Мария Анна. Она заслужила первое место. Еще мальчик из гимназии. Девять лет. Ему дали за дебют. И вот Литературному нашему объединению У меня ксерокопия. Потом мне живые отдадут. Когда я там побываю. Поздарю вам. Почитать. Есть такое? Спасибо. Я тоже себя называю Там поэт, поэтесса. Это благодаря Владимиру Александровичу. Когда узнали, что пишем стихи, был толчок от него, что издавай свои книжки. Я за два года издала пять книг. Первая книга была «Горький шоколад» в 2011 году. Но я так как в центра районе жива, сейчас Пудрова уехала год живу. То работала и на Литейном 11, и кто в возрасте пенсионном, заслуженном знает, я там работала. Вела программы тоже музыкальные разные. И эту книжку первую там была презентация. Потом через год была издана следующая книжечка скрипочки играют веселей. Пишу о природе, о любви. Детские две книги вышли. Вот еще книга «Оттого пишу стихи» на разную тематику его, о Валааме и так далее. Может быть, я просто стихи прочитаю в обосемь из раннего. Така была у нас заявлена. Ива, береза, рябина, в вальсе осенним кружатся, медленно желтые листья тихо на землю ложатся. Ива поплачет неслышно, косы блестят в перегревах. В этом движении чудном Ива как будто застыла. Холод прозрачного ветра, в лед заморозил все слезы. Звезды покинули небо, летние изгинули грезы. Мы пишем и на военную тему. У нас был альмонах муниципальная прокурат Смольницкий нас поддержал и выпустил 200 экземпляров в 70-летие победы. Книжки я сегодня не взяла. в последний раз 25 ноября мы здесь будем. На следующем выезде были на сайте. На сайте, да, Литову можно найти в контакте. Я на всех делаю сайтах уже эту группу и по сейбуке сделала Марьяна знает она там участвует. Побывала в Выборге и думала что у каждого из нас в семье еще чем мы объединены или погиб или воевал дед прадед и эта тема тоже у нас воспоминания стихи мы пишем и вот от центрального района мы ездили и я думала что твой дед там а там просто общая могила была Выборгом и Красный Холд нет а я то нет просто мы возлагали туда цветы но я искала в списках фамилию деда не нашла а стихотворение все равно вышло но вот из того цикла просто про осень сосны и березки каменные кручи на земле пожалуй нету места лучше ледяным зерцалом гладь воды залива и дрожи в стеклянном отражении ива вдоль дорожек узких на травинках просить яркою картинкой к нам приходит осень в запахах природы чудо перемены только неизменны крепостные стены из этого же цикла который завершает выбор у дорог листочки скроны осень золотом обронит закружаться тихо в танце листьев праздничном багрянце так как Марьяна готовится я тут что-то выбрала я жила на фонтанке здесь в доме 18 и когда-то вот еще при советской власти работала инженером и оказывается мы находили в здании в доме Тургенева и там мне показывали часовинку ну тогда уже был туалет а раньше часовинка где Пушкин приходил и там тоже бывал тогда родились стихи правда эта книжка Марьяна мне тоже помогала править Мария Филохиева немножко изменила мою но я вот стараюсь выучить теперь уже ее вариант на мойке и фонтанке рифм кружит хоровод здесь Пушкина Тургеневых гостил в далекий год маленькой часовинке он с Богом говорил о всаднике о медном ночами до зари и надо ж так случилось я рядышком живу такое не приснилось случилось наяву нас время не разлучит пытаюсь я понять что чувствовал и думал зашедший в летний сад здесь дух поэтов бродит и улицы пусты и белыми ночами подъемлются мосты а в полдень пушка грянет на берегу Невы стихи всегда слышнее обыденной молвы пушка вот ранее стихотворение о Неве когда вы помните наводнение было это в 79 году я училась на Васильевском жила вообще жить на среднем проспекте и мы ехали по первой линии в окно в автобусе видели как люди идут у них пощипала вода мы смеялись но когда нас подвезли к метро там конечная была и мы сами вышли так же я босоножки сняла и вот тогда видимо и родился этот стих а Нева река игривая лишь усилие прыжок вышла на берег строптивая тут беда уже дружок но люблю Неву проказницу непреклонную реку с нами в горе с нами в радости день и ночь на всем веку ну извините я так сможем покинуть на крыло в Москве в командировке голова болит так что я вам желаю еще приятных минут заходите на сайт вконтакте есть группа есть на сайте цинраз страничка нашего свежего взгляда давай с Марьяной сфотографируемся Марьяна вновь пришел все исполняю я задачу я тебе пишу любовь и не могу уже иначе и солнце всходит надо мной с прокуроранцами в обнимку я тебе пишу любовь мне каждый день и час на ленту нет слов чтоб выразить сполна и вдохновляясь ежечасно я тебе молчу любовь ты и без слов моих прекрасных спасибо всего доброго иду иду по России месяц в русской косе рассыпался свет серебра и слышу я голос высокий с небес и он говорит мне о том что будет Россия живой на века народ мой поднялся с колен я вижу как Божья коснулась рука идущих в стране перемен я хотела песенку детскую спеть Марьяна нельзя подыграть на память у меня нет но птицы улетают хотела или генг а она играет думайте и музыканты и композиторы и поэтесса и членцы и писатели России и сходу аккомпанируют всегда готовы и мои песенки тоже всегда помогают дети у нас из гимназии пели на конкурсе ну и стихи я как бы как песню их хочу птицы улетают с запада на юг утром покидая свой знакомый круг троекратным клином по небу летят до свидания милый сердцу Ленинград а за каждым клином кашек хоровод осень листа бронит в рек водоворот и атакер лиля скворушки летят до свидания мойка город Ленинград я не знаю Марьяна ты не идешь с у меня гимн книги еще мы сейчас с Марьяной вместе споем будете подпевать я могу слова дать просто да как пойдет книга добрая волшебница погружает мир идей и глаза от счастья светятся в озаренье у людей славься добрая советчица пусть исполнится в завет знание сила человечества да пребудет в мире свет я поподробнее представить хочу Марьяну Валерьевну Соломко родилась в Ленинграде поэт и музыкант переводчик лауреат премии молодой Петербург 14-го года дипломант всероссийской премии Толстого член союза писателей России в 2009 году окончила фортепианный факультет национальной музыкальной академии Украины имени Петра Ильича Чайковского с детских лет бестронировала в том числе в Швеции дала свыше 100 концертов лауреат многих региональных и международных поэтических конкурсов аранжировщик компаниатор исполнитель песен и романсов самой себе Ирины Михашиной на районном конкурсе и презентация Клипы свежих Член жюри районного поэтического конкурса посвященного Есенина награждена дипломом за первое место в номинации «И этот город я любил» 6-го межрегионального творческого конкурса «Я просто родину любил» посвященного памяти поэта Николая Бурашникова в этом году в городе Чайковском Я вот Мариане пока копию хочу уручить оригинал это будет уже когда мы привезем Поздравляю победителя и в газетах Чайковского это опубликовано и здесь в лавке писателя была газета за сентябрь 30-е число книжная лавка писателя одноименная газета и там заметка и также о Мариане и о Лито и о наших победителях и о том что дали нам благодарственное письмо и закончу я что Мариана у нас автор поэтических книг «Гуси летели на север» и вторая книга «Чтобы не случилось» также публикуется Мариана в нашем «Альманахе свежий взгляд» «Альманахи царско-сельский хитр» ради многих-многих других а я сейчас ей предоставляю слово я приветствую всех слушателей и так как наш вечер называется «Случит осенняя стаката» я начну с «Осенней» кстати говоря «Светлица дня» пришла в упадок захлопнул створки мотылек в саду зажглись рубины яблок и вспыхнул месяц петелек плоды как спелые планеты срывались со своих орбит и падали в корзины лета прощальный делая кульпит темна заброшенная штольня где друж светятся фонари стозвонно сливы колокольня струнятся травы ковзари они же сиплое дыхание листов их немощная глушь средь сотен тысяч обяданий не отлетевших к небу душ везде печаль простых мелодий в ранетах кроется сонет ногтюр запрятался в ринклоде но не сдержать парад планет он ярок яростен и падок горюют бедствуют плоды а дух брожения смел и сладок на все лады и не лады как светляки лишившись силы но теплокровные еще лежат опальные светила прижавшись вмятинами щек и слышат теплый голос сада и тянут вместе с ним мотив а ночи дивная прохлада вершила свой императив не вдовой то взметнется то вниз опадает как дыхание чахоточный сбой в темной роще ободраны стены заколочены окна осин но она афродита из пены восстает выбиваясь из сил есть пора забытых декораций отыгравших паденья спектакль вот овидий лукреции горации вот озявший кленовый пентакль оголенные ветви как спицы ворох листьев разрушился дом но дельфийской пари танцовщицей это бабочка в парке пустом а вот есть стихотворение «История любви» на то красение и затрагивает лирику цветком увядшим на груди старушка в парке на вид ей будто без пяти до смертной арки мельчит шагами не спеша былые были несет в себе ее душа а муж в могиле глаза что пурпурный пион не тяжко бремя что шлет и равнодушный клен дождем на теме и прежде чем сойти на дно след шарклым листьям в ней сокровение есть одно о нем лишь мысли сказала да а чувства нет когда на свадьбе ей девятнадцать было лет бутоном платье кольцо ильдистое фата и было поздно зачем понять зачем голго фата коль душа розна тысячелестник бересклет чабрец и донник такой причудливый букет а в нем любовник их встречи были так быстры что даже время смелей вязало их персты сплетало вены хрупка непрочная нежна людская память ужель на то она дана чтоб в вечность кануть не сохранила тайну ту травинок стая и луч что встретил темноту по кровь смущая но вот передо мной букет открылся ларчик и хоть цвета слились на нет цветы все ярче бутоны розы визави в слезах кукушки хранят историю любви одной старушки стихотворение называется яблоки яблоки твердые яблоки мерзлые зеленомордые нежно-розовые леопардовые багряно-грудые парами грудами полосатые шафранные в мартале сальто раненые поклеванные разбитые скрапленными спинами сластные ароматные как ласка матерь почитаю еще про гусей у меня первая книга называется гуси летели на север вышла в тринадцатом году и собственно это первая строчка стихотворения гуси летели на север так больно так низко серая серая еле в тумане приметная низко гусиный крупный вожак перетягивал стаю к берингову перешейку а дальше не знаю ветра порыва грубых во все синие губы дует он в раструб воздушный голубит и губит гуси художники торят бурьбою гортанной той партитурии студенок седой безымянной гуси летели на север так низко так больно как одинокая жизнь обреченная сольная вот еще одно октябрьское стихотворение не раны затянулись лужи сырым кондовым октябрем вот кровожадным дикарем сжимает год удавку гуже и оголяет струны стрелы а листьев беззащитный лед напоминает пролетело тепло злощенное как мед летят листы дурные вести теряя родственную ось ветвей что их растили вместе а падать научили брось стоят тяжелые сады в последних яблоках и грушах опали праздничные илюши листва на зеркале воды немного яблочных румян и ощутить в безгласной ветке рукопожатие ноября и говорить вдвоем о ветре о непрекаянности душ о невозможности избытка и слышать где-то связка груш тревожно бьется по калибку я хочу сказать что в четырнадцатом году у меня вышла вторая книга чтобы не случилось и она есть в продаже здесь книжные лапки писателя да кому интересно тот может познакомиться полистать так и еще несколько осенних и после этого мы будем с Оксаной одно наверное да да так что-нибудь так ну ладно опустела жизни чарка опустилась жизни стопка серебрилась в небе чайка долго жалобно и тонко словно спрашивала сколько быть ей жалобой невольной но осталось только долька закусить которой больно я приглашаю на сцену Оксану Комич в которой мы сейчас Оксана расскажет что мы сегодня будем исполнять на вечере буквально два слова прозвучит несколько песен из репертуара Сары Риандер которая в свое время была заместительницей Марлен Дитрих в гитлеровской Германии поскольку Марлен Дитрих выехала в Голливуд сказав что ничего общего иметь не хочет ни с нацистами ни с фашизмом и Сары Риандер будучи шведкой не испытывал особо образовательности по этому поводу так что песни ее они были посвящены и мужчинам, женщинам красоте то есть они не были агитационными они не были идеологическими и то отношение к ней предвзятое которое когда-то может быть и бытовалось среди людей оно сейчас рассеивается и шведами сам Риандер до сих пор невима я хотела бы представить на ваш суд несколько очень красивых мелодичных песен которые возможно прожутят вас интерес к его творчеству звучать они будут по-немецки если что потом могу кратко перевести но времени не так много поэтому началось сразу первая песня Танго красивая из фирмы фирмы для холомера по-немецки фирмы 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok И я знаю, что мы снова увидим Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Донаустран Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует... 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 В пору таянии льдов Возвещают лазурные весны Несомненный ущерб Нанесенный природой Душей Сейчас я хотела бы Прочитать, как обещала Перевод Риту В Симанский сад Буду читать на память Надеюсь, что не соблюсь Ну а если соблюсь, тогда уже Прошу меня извинить Он грел наверх Сквозь серую листу Весь серый Меж олив вчера зеленых И пыльный лоб Ложил в объятья двух Горячих рук, как самым запыленных За этим все И это был конец Я должен двигаться, пока я слепну Зачем ты хочешь, чтоб я знал Отец ты есть Когда потерян светлый Не нахожу тебя Нет, не во мне Но и в других И здесь, среди камней И я один Словещей тишины Я здесь один С кошмаром всех скорбей Чтоб постараться их Избыть в тебе Но ты не скорбь О, стыд в пустой борьбе Потом явился ангел Чист и белый Ах, разве ангел Эта ночь пришла И шелестела равнодушно В кронах Ученики забылись В грезах сонных Ах, разве ангел Эта ночь пришла Ночь, что пришла Была совсем случайной Так сотни мимо нас идут Собаки спали И лежали камни Ах, грустные Ах, без особой тайны Такие ночи Просто утро ждут К таким молящимся Не сходит ангел Вокруг таких Не вырастает ночь Себя теряющих Все будет прочь Такие предаваемы Отцами Их чревом матерей Носить не в ночь Спасибо Спасибо Грустиваль Станцует Спиралью строчек Нарисует Любви Диез Моя рука Рождение Чуда Где заря В осеннем Сполохе Зарницы Холодный Виттер Серебрица В багряном Платье Сентября Спасибо Большое Яна АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...